Здравствуйте! Это третий урок по Sony Vegas, в котором я вам расскажу про работу с таймлайном, про основы работы с видео и звуком в Sony Vegas, и про то, что такое маркеры, регионы и для чего они нужны. Таймлайн в Vegas, пожалуй, самая важная часть, и мы будем им пользоваться постоянно. Очень простая и функциональная вещь. Здесь мы видим полосу времени, это длина в секундах, элементы управления, запись, циклическое воспроизведение, воспроизвести с начала, воспроизвести с текущей позиции, пауза, стоп, вернуться в начало, перейти в конец. Это позиция курсора. Посмотрите, как она меняется в зависимости от того, куда мы двигаем курсор. Это длина выделенного фрагмента. Фрагмент мы можем выделять вот этим вот инструментом. Растягивать его, как нам удобно двигать. Рассмотрим его чуть позже на примерах. И это скорость воспроизведения, которую мы также можем регулировать. Быстрее, медленнее. Как я уже рассказывал, при дабл-клике на какой-то элемент, он становится в положении по умолчанию. Сейчас скорость не меняется, потому что менять, собственно, нечего. На таймлайне ничего нет. Перенести объект на таймлайн очень просто. Возьмем, скажем, Audio, Settle Jam. И просто мышкой перетаскиваем его вот сюда. Сейчас мы видим этот аудио элемент. Это две дорожки. Левая и правая, соответственно. И можем послушать его сначала. А вот теперь скорость можем увеличить. При двойном щелчке все становится на свои места. Казалось бы, достаточно мелкое представление аудиозвука. И мы можем легко сделать его шире, уже. И иногда нам надо увидеть какие-то детали. Для этого мы можем колесо мышки просто крутить от себя. Здесь навести его на таймлайн и крутить. Видите, как увеличивается время на этой графе? Сюда теперь влазит всего лишь 10 фреймов. А теперь вообще один. При подведении к краю любого элемента мы видим вот такой значок. Это означает, что зацепив здесь мышкой, мы можем уменьшать размер. При этом происходит не сжатие элемента, а просто его обрезание. Допустим, мы хотим, чтобы сразу начинала играть музыка. Нам не нужно это вступление. И мы просто двигаем вот сюда. Начало. И смотрим. Вот заиграла сразу музыка. Выделение какого-то элемента. Какого-то фрагмента. То есть, делаются вот эти вот инструменты. Здесь показывается длительность его. И при двойном клике мы можем его выделить. И воспроизвести. Сделаем его поменьше. Если мы хотим, чтобы он воспроизводился постоянно, ставим, нажимаем кнопочку Loop. И слушаем. Прямо во время воспроизведения мы можем смело его редактировать. Это очень удобно. Удалим пока эту дорожку, нажав правой кнопкой на ней, и сделаем Delete Track. Посмотрим теперь, как работает с видео. Возьмем видеоролик. Посмотрим его. Точно так же. Мы можем уменьшить его длину. Или увеличить. Допустим, на ролике видно, что фокус отходит от птицы. Камера удаляется от нее. И поворачивается вправо. Скажем, нам не нужен этот поворот вправо. Мы увеличиваем. Таймлайн, чтобы более детально видеть. Ставим сюда и смотрим, что происходит в этом месте. Вот с этого момента камера уходит вправо. Запомнили это место. И просто подвинули сюда. Теперь при воспроизведении видно, что ролик прекращается сразу. И не уходит вправо. Нет, все-таки немножко уходит. Мы сделаем вот так вот. И теперь уже точно не уходит. Если мы хотим растянуть этот ролик вправо длинней, то начинается его повторное воспроизведение. Это очень легко отметить. Во-первых, когда вы тянете, чувствуется, что в этом месте появилась оранжевая полоска. И сразу же чувствуется, что ролик немножко остановился. Когда мы начинаем тянуть его дальше, появляется галочка вверху. Вот эта вот. Она говорит о том, что это будет повторное воспроизведение ролика. Давайте посмотрим вот с этого момента. И ролик начинает показываться заново. Сделаем поменьше его. Можно кинуть сюда музыку. И посмотрим все вместе. Да, проигрыш этот явно лишний здесь. Сделаем, чтобы была сразу музыка. Сделаем длину музыки, равной длине видео. Циклическое воспроизведение. Про громкость я вам тоже рассказывал, как регулируется. Это очень просто делается. На таймлайне есть такая полезная вещь. Называется маркеры и регионы. Это все можно делать горячими кнопками. Сейчас мы посмотрим на них горячими клавишами. Нажимаем правой кнопкой, выбираем Markers, Andrey Jones. И два пункта меню. Вставить маркер. Горячая клавиша M. И вставить регион. Горячая клавиша R. Вставим маркер. Маркеры служат для напоминания нам того, что именно происходит в этом месте. При монтировании длинных и сложных роликов это бывает достаточно полезно. Мы можем здесь написать все что угодно. Регион. Это практически два маркера, соединенных между собой. Вставляем регион и пишем. Надо было третью перетащить сюда. Немножко я тут запутался сам. Можно его переименовать. Что-то здесь написать. А можно его просто удалить. Щелкнув правой кнопкой мыши. И сделав Delete. Можно выбрать в этом месте. И воспроизвести только этот фрагмент. Очень удобный инструмент. И я к нему частенько прибегаю при монтировании сложных роликов. Ну вот и все, что я хотел вам рассказать сейчас. Спасибо большое. И увидимся в следующем уроке.